Друзья! Продолжение следует... Продолжение следует... С которым можно путешествовать и жить где угодно. И всё, что нужно для начала игры, так это скачать установщик по ссылке в описании и запустить, а дальше он сам подгрузит все необходимые файлы, после чего пишем игровой ник и можно играть. Я сам время от времени играю, так что заходите на второй сервер и до встречи в игре, все ссылки в описании. 10 место Beyond the Wall Начнём по традиции с новинки, которую весьма сложно найти, и не потому что она вышла недавно, а потому что её название пересекается с весьма популярной игрой престолов с таким же подзаголовком, хотя Beyond the Wall, на мой взгляд, куда интереснее. И вот здесь, кстати, можно наглядно увидеть, как просто громкое имя продаёт обычную карточную игру, в то время как уникальный проект остаётся почти никем неизведанный. Хотя тут тоже как посмотреть, ведь геймплейно и визуально игра походит на весьма известный машинариум. То есть квест в некой рисованной стилистике, где управляя персонажем, нужно исследовать локации, решать головоломки, взаимодействовать с другими обитателями этого мира, дабы продвинуться дальше по сюжету. Который в принципе тоже отсылает нас к классике, например Алиса в Стране Чудес, где реальность переплетается с вымыслом, но этим игрой подкупает. Это собирательный образ всего самого лучшего, который не просто копирует, а комбинирует и создаёт нечто новое, за счёт чего игра не отпускает до самого конца прохождения 10 уровней. Правда, есть два нюанса. Первое – отсутствие русского языка, что в Point and Click не такая уж и проблема, в отличии от стоимости игры, правда, опять же, которую можно скачать бесплатно в интернете. Девятое место – Railbound. Ну и кстати говоря о платных играх, нам же всё-таки запретили покупать что-либо в Google Play. А значит автоматически легализировали пиратство, ведь даже если хочешь что-нибудь купить, ты этого не можешь сделать. Например, в данном случае интереснейшую головоломку с поездами, и такой же рисованной графикой, которая лично меня ещё больше привлекает, чем реализм, к которому многие сейчас стремятся. Не знаю, может я один такой, напиши в комментариях. Но с реалистичной графикой я могу поиграть и на ПК, а на смартфонах отлично смотрится нечто подобное. Но чёт я отвлёкся. Как уже и сказал, это головоломка, где нужно прокладывать путь поездам, а вернее вагонам, в определённой последовательности согласно нумерации тех самых вагонов. А чтобы эта задачка не казалась столь тривиальной, здесь добавили разные порталы, пещеры, разновидности рельсов, которые могут останавливать, переводить на второй путь и прочее, дабы достичь желаемого результата и при этом пораскинуть мозгами. В общем, дабы занять себя на время с приятной графикой и интересной идеей, игра отлично подходит. Ну а скачать точно так же на просторах интернета в формате АПК не проблема. Восьмое место – TDAF Road Simulator. Но всё же появление реалистичных игр на смартфонах – это неотъемлемая часть прогресса. Ведь сами устройства становятся мощнее, на некоторых уже даже Windows 10 устанавливали. А соответственно у разработчиков больше возможностей создавать то, что они хотят. На этот раз симулятор езды по бездорожью, с реалистичным поведением подвески, грунта, груза, который нужно доставить и всего прочего, с чем и предстоит бороться на пути к своей цели, используя как грузовики 6х6, так и 8х8, с блокировками, лебёдкой и прочим, на 24 обычных уровнях и более чем 40 премиальных. Не с такой, конечно, реалистичной графикой, как в MadRunner, но мне кажется, вписывать третью платную игру подряд – это было бы неправильно. Так что да, эта игра уже бесплатная, которая при этом имеет практически весь функционал платной MadRunner, ну кроме столь детализированной графики. Что, тем не менее, никак не мешает прокладывать себе путь сквозь леса, болота, реки и прочие природные преграды, которые симулируются на новом движке разработчиков. А оттого и интереснее посмотреть, как одно и то же препятствие преодолевает разное похожее на реальную техника, для чего существует режим свободной езды. Я редко на самом деле хвалю хорроры. В большей части из-за отсутствия нормального визуала, который не может погрузить в пугающую атмосферу, в меньшей за интересные психологические приёмы. Скримеры, если что не в счёт, они любого могут напугать. Другое дело правильно поработать со светом и тенью, музыкой, звуками и прочим, с чем у этой игры и раньше проблем не было, а графику как раз завезли в ремастере. Пугать, конечно, как ПК-игры она всё ещё не может, просто потому что небольшой экран смартфона не способен погрузить в происходящее на экране столь же хорошо, как и монитор ПК или телевизор. Но ночью в тёмной комнате заставить пробежаться мурашек по коже может, хотя лично меня эта игра больше заинтересовала своим сюжетом. Ведь если в большинстве мобильных хорроров, где действительно пытаются напугать, всё сводится к поиску записок и ключей, дабы выбраться из зловещего места, здесь сюжет рассказывает полноценную историю с бункером, бояным городком и страшной тайной, которая здесь произошла. Так что игра понравится как тем, кто просто хочет испытать эмоции, так и ценителям некого сюжета, который здесь поделён на шесть глав. Шестое место. Urban Trail Pocket. Чуть ли не прородителями всех мобильных игр можно по праву считать мотоциклетные трюки. Первым можно вспомнить Gravity DeFight, в который задротили некогда все школьники, перекидывая игру ещё по такому ностальгичному ик-порту, или инфракрасному порту, тут кто как называет. Это были ещё те времена, когда файл из нескольких мегабайт мог передаваться несколько часов. Но не суть. На смартфоны этот жанр пришёл уже в трёхмерном виде, но всё той же задачей. Проходить разные трассы, усыпанные трамплинами, ловушками и другими активностями. И столь длительный как для топа, экскурс нужен был для того, чтобы показать не меняющийся интерес игроков к этому жанру на протяжении десятка лет. Ведь Urban Trail – ровно такая же мотоциклетная гонка на различных трассах с трамплинами. Но куда попытались привнести нечто новое? В данном случае это городские трассы, разнообразие двухколёсной техники. И главное – это возможность не просто выполнять фигуры в полёте, а полностью контролировать персонажа, угол наклона, позу и прочее, что даёт ещё больше свободы и разнообразия в управлении, хотя истоки у всех одни. Ну и коль уж начали юзать ностальгию олдфагов, можно вспомнить и о серии, благодаря которой в принципе существует игровая индустрия. Вернее, которая во многом для своего времени стала прорывной и изменила восприятие игр. При том, что выполнена она в жанре рандер-платформера, где нужно собирать кристаллы, ключи для открытия дверей перехода на следующий левел и песочные часы для восстановления при падении. Так что в общем это скорее коммерческая поделка, нежели ностальгичная игра. Но в подобном жанре всё равно смотрится неплохо и убить свободное время может. 4 место. Вилдерлесс. Редко в своих видео я допускаю повторения игр. Это не касается рекомендаций, которых в последнее время в видео нет, но когда я подберу достаточное количество – будут. Так что обязательно пишите свои любимые игры. Однако сегодня решил сделать исключение и повториться с одной игрой, которая за время, пока мы о ней не вспоминали, получила масштабное обновление. И хотя это всё такая же песочница, где нет заданий или целей, она обросла новым контентом. Например, подземельями, катакомбами, какими-то достопримечательностями и прочим, что можно ненапряжно исследовать, попутно наслаждаясь детально проработанной природой, её звуками, переменчивой погодой и прочим. В общем для релакса самое то. 3 место. Light on, Light of Game. Как вы наверное уже могли заметить, я стараюсь чередовать большие и крупные игры на несколько часов с короткими времяубивалками на пару минут. И сейчас пришло время последних. Ведь данная игра является простым лабиринтом с упором на память, где сначала нам показывают весь лабиринт с его ловушками, а затем переносят к персонажу в полный мрак, где только факел освещает наш путь. И во всем этом нужно не просто найти выход, но ещё и остаться в живых. Идея конечно простая, но при этом время убивает отлично, особенно в компании. 2 место. Recurrence. Если кэска это симулятор спецназа курильщика, то эта игра симулятор здорового человека, где мы выступаем командиром отряда быстрого реагирования, с целью естественно обезвредить всех террористов на уровне и спасти заложников. При этом всё выглядит достаточно реалистично. У нас в подчинении два бойца, которыми мы можем управлять, отдавать приказы открыть двери, бросить гранату, зачистить помещение и многое другое. Или самостоятельно врываться в комнаты, бросать светошумовые гранаты, приоткрыв двери и прочие с целью выполнить поставленную задачу. Что может графически реализовано и не очень, но вот по механикам нареканий не вызывает. 1 место. Love you to bits. Ну и заканчивать будем так же как и начинали. Платным рисованным квестом с душевной историей, атмосферной музыкой и интересным геймплеем. В основу которого легли всё те же механики Point and Click, только здесь во имя космической любви. Ведь вся история вращается вокруг инопланетянина, подруга которого просто рассыпалась на частицы. Не спрашивайте почему, просто так вот произошло. И вот теперь он отправляется в путешествие по галактике, что лично мне даже напомнило Рико и Морти за счёт схожего визуала, дабы собрать все частицы и восстановить подругу. Дело конечно благородное, а ситуации в которые вляпывается герой на разных планетах и забавные и интересные. Настолько, что казалось бы избитый жанр смотрится свежо и необычно. Но опять же, подобные столь проработанные игры без возможности монетизироваться за счёт рекламы стоят денег. Однако опять же, их можно спокойно скачать бесплатно на космических по масштабу просторах интернета. А на этом сегодня всё. Спасибо за то, что досмотрели до конца, надеюсь поддержите видео лайком, а канал подпиской. И не скучайте, до встречи в новых или старых видео.